Музыка Скажите, а вы носите нательный крестик на груди? Золотой или деревянный? А как считаете, почему его принято носить православным христианам? Стоит отметить, что именно с нательным крестиком у людей связано очень много подчаст непонятных поверий. Вот во что верить, а во что нет, мы и расскажем сегодня. Музыка Отец Леонид, безусловно, священники на богослужении в храме носят большой крест. А вот нательный маленький тоже носят? Ну, конечно, это неотъемлемая часть христианской жизни. Даже если священник носит поверх своей одежды как знак священства, то это не заставляет его снять нательный крестик с шеи и не носить. Наоборот, он должен носить, подавая другим пример. Потому что крест – это наша защита против дьявола, выражение того, что мы не просто люди, а христиане. И, конечно же, помнить всегда о Христе, о Его жертве ради каждого из нас. А как вообще зародилась традиция ношения креста? Сначала, когда были апостолы, такой традиции не было. Ну, уже начинают появляться там агнец, еще какие-то изображения. И лишь только уже к Третьему веку появляется понятие уже как крестное знамение. Уже многие святые угодники пишут о том, что без креста ходить нельзя. А Иоанн Златоус уже в Четвертом веке говорит, «Зачем вы с крестом одеваете посторонние вещи? Крест, он защищает нас от врагов, видимых и невидимых, и дает нам постоянную память о Боге. Больше креста ничего с собой носить не нужно». Почему так? Не сразу это происходило. Ну, во-первых, церковь, она росла постепенно. Благодать Духа Святого делала свои успехи, вот развивала род человеческий, вот как нужно понимать все. И Господь таким вот образом по внушению Святого Духа открыл то, что это нужно делать. Но еще и с практической стороны поначалу этого не делали, потому что носить крест считалось смерти подобной. Увидели крестик, сразу могли мгновенно в лучшем случае сослать, а в худшем случае даже умертвить, потому что ты христианин. Поэтому носили вот такие, можно сказать, символы креста, как Агнец и другие изображения. Именно с нательными крестиками почему-то связано очень много народных традиций поверья. Они подчас очень смешные и даже нелепые. Давайте поговорим более конкретно. Например, одно из поверьей, что нательный крестик категорически нельзя снимать, особенно если идешь купаться в пруду. Ну, это не поверье, а это традиция церкви, что нельзя снимать крест по одной простой причине. Потому что дьявол его боится. Святитель Иоанн Златоуз говорил о том, что бесы боятся тех мест, где даже просто веточки упали в виде креста. Тем более они боятся человека, который носит крест. И в случае, если человек снимает этот крест, то как бы дьяволу знак, можешь влиять на этого человека. Поэтому, где бы мы ни были, не только о том, чем вы сказали, а в любом месте мы, конечно, даже должны носить крестик. Ну и кроме того, хотелось бы вспомнить историю, как были три девушки возле многопутной железной дороги, которые хотели перейти ее. И оказались посередине. С одной стороны поехали поезда, с другой стороны. И скорость поездов достаточно высокая. Ну, будем сравнивать, как современные скоростные поезда. И бесы стали бить в лапы свои, говорить, сейчас мы их толканем. Ну, поезда проехали, девушки прошли беспрепятственно. И бесы стали выяснять, в чем же причина, почему они не смогли им причинить вреда. И один всем говорит, оправдываясь, я не смог ее толкануть под поезд по одной простой причине. На ней был крестик. А другие спрашивают, а ты почему ее не толканул? Насколько нам известно, на этой девушке крестика не было. Она говорит, она, когда выходила из дому, перекрестилась. Ну, когда дошла очередь до третьей, то все ее знали, бесы, и стали упрекать третьего беса. Почему же ты не толкнул? Крестика на ней не было, креститься она вообще не умеет. Да, потому что, когда она выходила, ее перекрестила мама. То есть, крест для нас – это большая защита от дьявола, от врагов невидимых. Ну, и, конечно же, вместе с ним связанных и врагов видимых. Но ведь нательный крест – это не талисман? Естественно, это не талисман и не оберег. Это наш Господь Бог, который находится прямо у сердца, чтобы мы о нем помнили. И не просто носили его, а смотрели почаще. Ну, к примеру, утром проснулись, первым делом перекрестились и поцеловали крест. Так же само, например, поступили вечером, как минимум. И, конечно же, это есть выражение любви ко Господу. И помятывание о том, что если мы начинаем совершать злые поступки, грехи, то мы являемся участниками распятия Господа. Если же мы совершаем добрые поступки, то мы подражаем Христу. Есть еще одно поверье, что крест нательный должен быть непременно из олова, или серебра, или деревянный, но ни в коем случае не из золота. Потому что тем самым якобы человек оскорбляет Христа и показывает свою любовь к богатству, а не веру. Крестик может быть абсолютно из любого материала изготовлен, и разницы в этом нет. Главное, чтобы это был крест, правильный, выполненный по церковным канонам. И он может быть как деревянный, как оловянный, как серебряный, как золотой, неважно из какого материала. Главное, чтобы это был правильный крест. И человек носил его с благовением, помнил о том, что сделал для всех нас Христос. У людей более старшего возраста есть такое убеждение, что нательный крест ни в коем случае никому нельзя показывать. Вот правильно ли это? Насчет этого вопроса можно двояко ответить. Если мы, допустим, на пляже, не надо его прятать, пусть будет. Если же, конечно, мы одеты в одежду, не надо его показывать на показ. Можно это расценить как хвастовство. С одной стороны, небрежение к кресту выпало, мы его не прячем. Это только может носить священник крест поверх своей одежды, потому что ему сам обязывает, и то, если он в облачениях. Может носить по ноге епископ. На богослужениях также крест может добавляться у епископа. Но по традиции лучше, конечно, носить его вниз одежды. Но прятать на открытых частях тела, когда мы, допустим, работаем или находимся на отдыхе, не обязательно. То есть выбираем золотую середину и таким вот образом поступаем. Некоторые считают, что если нательный крестик потемнел, то именно в этот момент он активно борется с нечистой силой. Это правда? Часто спрашиваешь работников угольной отрасли, особенно те, которые опускаются в недры земные, и часто говорят о том, что он темнеет. Но это не с тем связано, что они борются с нечистой силой. Наверное, какая-то вода с какими-то примесями, может быть, еще какие-то факторы и так далее и тому подобное. То есть тут духовной, как говорят, составляющей нет. Это просто физические особенности. А борется крест с дьяволом, он всегда, по примеру того образца, который мы с вами говорили о трех девушках. Крест Одни думают, что потерять нательный крест – это, к несчастью. Другие убеждены, что это сущее везение, потому что непременно крест забрал твои грехи на себя, и ты теперь чист перед Богом. Если потеряешь крест, в этом ничего страшного нет. Единственное, можно сделать небольшой вывод – мы немножечко невнимательны и неаккуратны. Вот на будущее стараться быть немного внимательным и аккуратным, но ничего тут смертного нет. Крест в никаком случае потерянный не забирает на себя никаких грехов. Для этого есть таинство и исповеди, где человек исповедуется, и все прегрешения человеку прощаются. Тогда вот таким вот образом Господь действует. А если я потерял крест, это для меня еще раз и еще раз сигнал – будь внимательный, будь осторожным, чтобы не терять крест. Некоторые даже убеждены, что надо носить непременно несколько нательных крестиков. Как говорят в народе, кашу маслом не испортишь, но если действительно добавить очень много масла, просто невозможно будет эту кашу кушать. И к чему я это говорю? Положен носить один крестик? Носим один. Зачем их два, три, десять? Тут хотя бы с одним разобраться, вовремя помолиться, вовремя вспомнить о смысле креста. А то еще их несколько. То есть, если, конечно же, это священник носит там два креста, может быть, три креста, это его награда богослужебная. В таком случае пусть себе носит. А если ты просто христианин, мирянин, то зачем тебе несколько? Хватит и одного. Если порвалась цепочка или сломался по каким-то причинам крест, то непременно грядут неприятности. Это правда? В Евангелии есть такие слова «Поверь ваше, да будет вам». То есть, если поверим, то действительно все исполнится. Как говорят святые угодники, там, где просто, там ангелов создало. Там, где мудрено, там ни одного. Просто мы заменим или цепочку, или спаяем ее, или, может, веревочку поменяем. И об этом случае забудем. Потому что ничего вечного в этой жизни нет. Так самое и с цепочкой или с веревочкой, которая поддерживает крестик. К слову, если нательный крест сломался, у некоторых, как мне кажется, есть такое нелепое поверье, что его непременно надо закопать или утопить в реке. Если крестик поломался, лучше принести в храм. Это самый лучший вариант. Сейчас храмов достаточно практически в каждом городе, их по нескольку, в каждом селении практически есть. Занести в храм, а священник со своими церковнослужителями знает, как правильно поступить. Не нужно ничего, что-то выдумывать, что-то придумывать и так далее. А правда страшно, если нательный крестик упал на пол или ты его потерял на кладбище? Немножечко нужно быть аккуратным. Уронять крестик это не нужно делать. Но если уронили, попросили у Господа прощения, поцеловали крестик, обратно надели и за этот случай забыли. Если же на кладбище, вот много было случаев, когда священники приезжали на похорона, ну по каким-то обстоятельствам, ни у родственников, ни у покойников крестика не оказалось. А без крестика, ну как отпевать человека? И что делает священник? Он за неимением крестика снимает с себя крестик, одевает этому покойнику. То есть он не только на кладбище его оставляет, а даже покойнику отдает. И ничего в этом нет, даже это считается милостыней. Ну конечно лучше таких случаев избегать, это такие, можно сказать, крайние случаи. Но если нет другого выхода, то лучше поступить так. Это считаться будет милостыней, милостыней этому усопшему человеку, этим родственникам. Но если просто потеряли, ну что ж, потеряли, то и потеряли. Кладбище это место святое, пусть в себе там находится на святом месте, ничего в этом страшного нет. Может быть когда-то кто-то найдет крестик, вот, найдет Христа. Бывает такое, что тебе подарили новый крестик, и очень хотят, чтобы ты его непременно носил. Но некоторые считают, что если сменить крест, это сменить судьбу? Ни в коем случае, подарили, ну, ради уважения к тому человеку, вот, можешь одеть и носить, и ничего в этом страшного нет, пожалуйста, носи. Главное, чтобы, еще раз повторяю, это не было расценено как украшение, как там талисман или еще что-то, а чтобы мы не забывали, что мы носим у себя на груди, возле своего сердца, самого Христа, Спасителя, мир. Слышала о такой традиции, если обменяться крестами, то люди непременно станут друг к другу ближе духовно, верно? Ну, однозначно ближе. Раз они поменялись крестами, они друг к другу, можно сказать, доброе дело сделали. У этого человека, может быть, не было крестика, потом появился, он подарил знак благодарности тому. Конечно, ближе становится, лишь только поэтому, что они сделали себе друг к другу доброе дело. Ну, ни в коем случае, какие-то там мистические моменты и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok